Это сильно меня напрягает, ведь можно быть в одной квартире какое-то время заниматься своими личными делами. Она ставит знак вопроса, я бы ставила знак утверждения. Похоже, я сильно понервничала в тот день, у меня разболела спина. Я выпила лекарство и прилегла на полчаса. Каково же было мое удивление, когда и в такой момент он решил воспользоваться моим горизонтальным положением. Но это уже просто караул, потому что недомогание не надо воспринимать как призыв к интимности. И я не удержавшись спросила, милая, а если я буду умирать и мне останется 15 минут, то ты тогда мной воспользуешься на посошок. Я ожидала, что он предложит мне принести чай или помассировать спину. А нет, хочу, говорит, и ничего не могу с собой поделать. Я и мое состояние не в счет. Но это точно мы уже такого мужчину отметаем. Конечно, после моего вопроса он потом извинился и признался, что был неправ. Однако осадочек у меня остался. Да, он вел себя именно так, как он чувствует. То есть не проявить заботу, а воспользоваться положением. Другая ситуация. Наслушавшись лестных отзывов от моих родственников про один красивый отель, он тоже загорелся идеей сменить обстановку на пару дней. Я тоже вдохновилась и подумала, что это будет прекрасный повод переключиться и хорошо провести время. Я обратила внимание, что он выбирает отель по цене, а не то, насколько там будет комфортно. Я попросила выбрать номер с хорошим видом, и там были варианты со скидками тоже, так как питаться мы можем в ближайших кафе, если он хочет. А для меня важна красивая картинка. Вот и для меня важна красивая картинка. Я вам говорила, что в ноябре мы с подружкой едем на 12 дней в Мексику. И она выбирала отель, и сначала мне назвала одну отель, а потом говорит, Галь, вот в этом же самом резорте есть корпус немножечко другой, улучшенный вариант и подороже. Может, мы его возьмем? Конечно, мы возьмем его, потому что это наша единственная жизнь, и мы в этой жизни балуем себя максимально. Все, что можно для нас любимых сделать, самое хорошее, мы это делаем. А для меня важна красивая картинка, и будет достаточно вина с фруктами на балконе наблюдать закат. Он оставил выбор на одном отеле, где, видимо, мы четко уложились в бюджет. Мои просьбы позвонить и уточнить, какой будет вид, были проигнорированы. Когда мы туда приехали, зашли в номер, это было окна на стену с кондиционерами другого отеля, потому что выбирал самый дешевый, чтобы уложиться в бюджет. Я сильно себя ругала за то, что не наставила она о том, чтобы заранее позвонить и уточнить этот момент. Когда вы зашли в номер и убедились, что это не тот вид, который будет радовать ваш взгляд, идете на ресепшн, доплачиваете за другой номер и сразу же вселяетесь в более приличный. Не надо соглашаться на то, что сэкономил мужчина. Мы себя любим, мы себя бережем и мы не расстраиваемся по этим пустякам. Все, что можно купить, это не вопросы. Это просто... Тимуга Розий! Это просто возможность оплатить свои удобства. Какой смысл платить деньги, чтобы оказаться снова в четырех стенах, где глазу упасть негде? Окей, выдохнула. Я умею получать удовольствие при любых обстоятельствах. Не надо. Если вы рассчитывали на другое, вот это другое и получаете. Я не думаю, что там колоссальная разница. Но не думаю. Решила, значит, будем больше гулять и находить красивые виды сами. Вот видите, как вы стараетесь быть удобными, девочки. Вот включите стерву в этот момент. То есть я заранее тебя поставила в известность, что для меня важна картинка, что фрукты и вино на балконе мне заменят много-много-много. Будьте любезны, обеспечьте мне тот балкон, ради которого я сюда приехала. Что мы в доме с тобой были? Что здесь? Причем из моего окна в доме вид был получше. Зачем мы сюда приехали? Нет, не буду в этой комнате оставаться. Включите, пожалуйста. Мальчики быстро понимают, что с вами нельзя иначе. Если вы обговорили раньше то, что вы хотите, он это вам будет предоставлять. Если вы с самого начала поставите вот этот барьер. Со мной так нельзя. Вечером он предложил пойти в магазин и купить вина и пиво, чтобы не платить. Ты дорого в отеле. Ну, оно да, действительно дорого, потому что я вот сегодня буквально опубликовала ролик про покупки подарки. Я показывала европейские вины, и французские, и итальянские. И бутылочка стоила, ну, может, 10, может, 12 долларов. Ну, максимум 15. А вот тот фужер, который я вам совсем недавно показывала, коктейля, он стоил 15 долларов. То есть тут даже не в 3 дорого, а тут в 5 раз дороже, если не в 8, потому что там налито, ну, я не знаю, 100, может быть, 50 грамм всего, да. А бутылки у нас тут 700 граммовые. То есть, да, во много дороже, но мы же платим за атмосферу. Дома пить дешевле. Поэтому русские привыкли на кухне и праздновать. В ресторан ходили исключительно во время социализма, тогда, когда большое событие, и это были большие затраты. Дома дешево, самогоночку можно. Но мы приехали отдыхать. Мы приехали отдыхать, и мы себя балуем. А я живу вот в той стране, где принято, ну, минимум, 2 раза в неделю выезжать куда-то поесть. Несмотря на то, что холодильники забиты, есть женщина, которая любит готовить. Здесь принято минимум выезжать. И мы вчера, вот, субботний день, мы выехали на ланч, потому что на ужин будет много народу, на ланч поменьше. Мы все равно стараемся подальше от толпы находиться, несмотря на то, что волна ковида вроде как спадает в нашем регионе уже. И, тем не менее, мы стараемся вообще в середине недели выезжать, когда народу поменьше. Ну, вот вчера мужчине заходилось. Пятница вчера была, суббота сегодня, суббота. Господи, как хорошо, что можно не знать, какие дни. Чтоб не платить в тридорогом отеле. Ну, хорошо. В голове крутится снова вопрос, зачем предлагать и делать то, на что у тебя не хватит денег. Ну, я снова нашла оправдание и решила, ну, старается мужчина произвести впечатление. Просто не все это получается. Ребята, он русскоговорящий. Я могу понять, что женщина не согласна с решением мужчины, но английский язык настолько еще неглубокий, что она боится, что то, что она объяснит сейчас, будет неправильно воспитана. Ваш мужчина в 9 лет переехал в другую страну. В семье говорили по-русски, он по-русски понимает 100%. Зачем вы стараетесь быть удобной? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Вот я не понимаю. Вот потом, когда вы уже видите, что мужчина вот так для вас старается, мы тогда и удобными будем, и ласковыми, и нацеловывать их, а пока мы смотрим, он вообще нашего внимания достоин или нет. На следующий день мы пошли на пляж, и он прихватил из холодильника в номере прикупленное заранее пиво. Я сказала, что здесь на платных пляжах нельзя приходить со своими напитками и едой. На что услышала, что никто не заметит. То есть он и в Америке экономит на всем. И, конечно, не успел он открыть завидную бутылочку, как к нам подлетел местный смотритель, и попросил убрать свой напиток. Я готова была со стыда провалиться. Не надо проваливаться со стыда за кого-то, вот так вот жизнеструюно. Кто-то вот мелочится, а нам за них стыдно. Просто галочку ставим. Этот тест тоже не пройден. Но мой герой, в кавычках, отошел в сторону и спокойно допил свое пиво, которое дешевле на полтора доллара, и вернулся со словами. Ты можешь заказать себе напиток, если хочешь, какой щедрый. И, конечно, больше, чем воду, я не решилась заказать. Однако, а почему? Вот снова, смотрите, девочки, вы же видите. Она уже делает выводы, что мужчина не тот, что мужчина экономит даже на себе. Вот у нас много-много мужчин, которые себя балуют, а на женщине стараются экономить. А тут он на себе экономит. Полтора доллара переплатить за бутылку пива для него такая катастрофа, что лучше он принесет нелегально и под взглядом надсмотрщика допьет. Но вам любезно разрешают, а ты уже закажи. Вот я на свой характер. Я бы выбирала самые дорогие напитки, и это был бы не один напиток. Я вам рассказывала, когда вспоминала про свое агентство в Омске. И к нам приехал британец, вот такой же экономист. И мне надо было, чтобы он купил девочке телефон и ее ребенку велосипед. И он упирался. Помните, мы повели его в ночной клуб. И я сказала, что есть французское шампанское за 250 долларов, по-моему. И мы выпьем, наверное, не одну бутылочку, потому что, ну, если для вас телефон дорого, то напитки для мужчин никогда не дорого. Платите. И он сказал, девчонки, давайте что-нибудь подешевле попьем, а телефон я куплю. Потому что телефон ему обошелся бы дешевле, чем три бутылки французского шампанского. Вы соглашаетесь, однако пишите, но вы решили заказать только воду. Ребята, я вот себе, вот себе не воду наливаю сюда, здесь сок. В этот раз он у меня ананасовый. У меня все соки стоят в холодильнике, а когда я выезжаю куда-то поесть, это непременно коктейль. Я зачем пошла есть куда-то, у меня вот, я только что снимала свой увеличивающийся в размере бар. У меня есть что выпить, и это значительно дешевле. Но я же поехала не просто покушать куда-то, я же поехала себя побаловать. И вы приехали сюда на побережье для того, чтобы себя побаловать. Чувствуете себя неуютно, берете за горло, заказываете воду, потому что она самая дешевая. Когда мужик жадный, показывайте им, что женщина это дорого. Либо он с этим соглашается и начинает вас баловать, и любые ваши прихоти исполняются, либо он отвалит. И вам тогда не надо будет принимать решение. Ах, я от него не могу уйти. Сам уйдет, убежит голубом. Либо согласится. Я снова постаралась переключиться и насладиться прекрасной погодой. И морем и решила, что подумая об этом, после его отъезда не портит же отдых. Не надо портить отдых, надо просто заказывать. Вот если он закатит скандал, то вы ему объясните, зачем вы мне портите отдых. Я приехала отдыхать. То есть она у нас, вот Ахара тут нашлась. Я об этом подумаю завтра. Она об этом думала завтра. Потому что ей в условиях разрухи, в условиях гражданской войны, нужно было поднимать родительское гнездо, которое было разрушено. А вы выбираете мужчину для счастливой жизни. Не надо, как Ахара, завтра думать. Надо сейчас сказать, ой, погоди, я сейчас придумаю, как я тебе отвечу на эту ситуацию. Дай мне минуту сформулировать. И выдавайте. По полной выдавайте. Мы разговаривали о тех местах, где мы бывали. Делились впечатлениями о разных странах. И тут он снова проявил себя. Он узнал, что я прожила в одной стране около трех месяцев. И начал ковырять буквально зубочисткой эту историю. Наверняка ты там с кем-то встречалась. А какой ваш дип, это было до вас. Но не может быть, чтобы такая красивая девушка никого не привлекла. Конечно, нет. Я никогда не бываю одна. Вокруг меня сразу же мужчины. И ты должен быть к этому готов. Что если ты хочешь, чтобы я выбрала тебя, то ты должен победить всех других мужчин. Ты не рассказывала мне об этом. Ведь мы же уже близкие люди. А значит, должны доверять друг другу и прочую воду. Я ответила, что не обязана посвящать его в каждую секунду своей жизни. Пардоньте, мне за 40. И нужно еще столько же времени, чтобы все пересказать. А я не вижу смысла в таких рассказах. Что было, то было. Да, да, да. Наше прошлое – это наше прошлое. Сделайте мое настоящее таким хорошим, чтобы я захотела будущего с вами. И раз я сейчас с тобой, значит, не была уверена в предыдущих отношениях, раз они не сложились. Вы не поверите. Но, несмотря на это, он буквально выдал мне мозг целых два дня. Ребята, вы объяснили свою позицию. Я в прошлом не копаюсь, и тебе про это рассказывать не хочу. И не буду. Если он продолжает, вопрос его – stop it. Just stop it. Иначе я тебя тоже не выбираю. И все. Бурчал. Говорил, что это важно. Он хочет, чтобы у нас не было тайн друг от друга, что у него неприятное ощущение, что он буквально видит меня в поседе с другими. Его мучает чувство ревности. Ну, это ваш, мужчина, проблемы. То есть, тайн друг от друга не будет. С того момента, когда вы мне подарите колечко, я его приму с удовольствием, будучи уверена в том, что не будет вот таких картин ревности. Особенно к прошлому. У вас было прошлое. Извините, у вас детей там понародилось вот сколько. У меня было прошлое. И мы не будем отравлять друг другу жизни из-за этого. Стройте настоящее красивое будущее. В общем, от этой поездки у меня остались самые неприятные воспоминания. Да, для меня бы это тоже была последняя встреча. Я уже снова не выдержала и снова задала вопрос в лоб. Если тебе нужна женщина без истории, то зачем ты сделал предложение мне? Нашел бы себе девственницу без прошлого и был спокоен. Но и этого хватило ненадолго. Да кто же за него пойдет-то? Какая девственница? Вы что? Ему еще выбирать и выбирать. Если он везде будет показывать себя вот таким, какой он есть, то где та дурочка, которая согласится с ним оставаться? Еще вспомнила, что во время одного из разговоров я спросила его, было ли у него какое-то качество, которое он старался изменить в себе? Ну, может, его в чем-то упрекали его женщины. И он поработал над собой. Она ответила, что иногда он слишком много всего контролировал и старается не допускать больше этого. То есть то, что сейчас, это он не контролирует. Хорошо поработал, здорово. Продолжение следует. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.